На 27 миллиардов рублей увеличат расходную часть окружного бюджета. Первые корректировки главного финансового документа Югры за этот год рассмотрят сегодня на заседании Думы Югры. Самые финансово емкие бюджетные расходы – увеличение заработной платы работникам социальной сферы. Речь об образовании, здравоохранении, культуре, социальном обеспечении. На эти цели направят около 6 миллиардов рублей, 5 миллиардов – на снос аварийного жилья. Больше 2 миллиардов направят на поддержку военнослужащих и их семей. Кроме того, серьезное финансирование получит строительное направление. На ремонт и строительство дорог выделяется около 2 миллиардов рублей. В пределах 2,6 миллиардов рублей на продолжение ремонта центра профпатологии, здесь в городе Хантамасийске. Начинается новый мощный физкультурный комплекс в городе Нижневартовске, многофункциональный. На него выделено порядка 600 миллионов рублей. На ремонт спортивных объектов в Сургуте – более 300 миллионов рублей. В Хантамасийске сгорел японский кроссовер «Мазда». Сообщение о пожаре поступило на пульт в 17.34. Прибывший через 5 минут на место пожарный расчет наблюдал густой дым и открытое горение моторного отсека автомобиля. На локализацию и ликвидацию огня пожарным понадобилось 10 минут. По предварительным данным пострадавших нет. Однако огонь успел перекинуться на припаркованный рядом Митсубиси лансер. Причину возгорания установят дознаватели. Маленькое устройство помогло предотвратить большую беду. В Белоярском житель и многоквартирника спас пожарный извещатель. На пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании датчика дыма в квартире, в которой проживает пенсионер. По словам соседей, дверь никто не открывал. Приехали сотрудники МЧС. В подъезде ощущался запах гари, но открытого огня не было. Спасатели подали пожарный ствол в окно квартиры и одновременно стали вскрывать дверь. В итоге потушили пламя на площади 10 квадратных метров. К сожалению, хозяина квартиры спасти не удалось. Он скачался до прибытия пожарных. Предварительной причиной происшествия названа неосторожность при курении. С начала этого года югорчане нарушили закон об оружии более 300 раз. Именно столько человек привлекли к административной ответственности сотрудники подразделений лицезионно-разрешительной работы управления Росгвардии Югры. Всего же силовики проверили более 2000 владельцев личных карабинов и винтовок. Кстати, не у всех оружие оказалось чистым. Росгвардейцы изъяли 297 единиц, хранившихся незаконно. Но неуклонно растет и число тех, кто добровольно сдает незарегистрированное оружие. Тем более, что это не только освобождает от ответственности за его хранение, но и материально поощряется. В результате проводимых профилактических мероприятий жителями автономного округа добровольно сдано подразделение лицензионно-разрешительной работы 13 единиц незаконно хранящегося оружия и более 130 патронов различного калибра. Общая сумма вознаграждений, полагаемых гражданам, составляет более 40 тысяч рублей. О том, какие вознаграждения полагаются за добровольную сдачу незарегистрированного оружия, смотрите сегодня в новом выпуске программы «Югра. Территория безопасности» в 17 часов 30 минут на нашем телеканале. В советской районной больнице появилась молельная комната. С инициативой выступил местный священнослужитель Мстислав Исламов. Активное участие в создании такого пространства приняли и сотрудники лечебного учреждения и прихожане. Все вместе собирали иконы и необходимую утварь. График работы молельной комнаты пока согласовывают. Предстоит еще поработать над внутренним оформлением и расставить необходимые атрибуты. Организаторы надеются, что сотрудничество церкви и больницы пойдет на пользу пациентам.